Приветствую вас, Анони. Я думаю, что такой ключевой неверный момент, деструктивный момент, в том, что вы пытаетесь понять молодого человека вместо того, чтобы понять себя. Пытаетесь разобраться в том, что делает молодой человек вместо того, чтобы разобраться со себя. Вот. И если бы выделили там немножечко больше внимания, вы бы увидели, что, скорее всего, и вы, ну, умеется, молодым человеком. И его поведение по отношению к вам. И его поведение по отношению к, ну, там, условно, к другим людям, к жизни, к семье, к девочкам. Все это часть некой системы. Все это часть одной системы, и вы, Аноним, если начали встречаться с таким человеком, который относится определенным образом к девочкам, определенным образом к жизни, то вы сами же своим отношением, своим поведением подтолкиваете его к тому, чтобы он просматривал анкеты, просматривал сообщения и прочее, прочее, прочее. Штука здесь в том, как мне кажется, что, может быть, вы его и устраиваете для серьезных отношений. Вопрос в том, я бы задал вам вопрос, который мне кажется серьезным, это вопрос о том, что вам хватит ли этого вам, тогда достаточно ли вам будет того, что вас видят исключительно только как партнера для серьезных-серьезных отношений и все. То есть не получится ли так, что вам этого будет мало, не случится ли так, что вам захочется больше, например. Не случится ли так, что вам захочется, не знаю, чего-то еще, чего-то еще, не случится ли так, что вы захотите как-то еще взаимодействовать взаимодействовать с человеком, как-то еще взаимодействовать, ну даже не обязательно с человеком, а просто взаимодействовать. Понимаете, какая здесь штука? То есть вот не все так, а просто, как мне кажется, не все так просто. Вот, единственное основание полагать, что вы устраиваете там мужчину для определенных, ну для определенных целей вы его устраиваете, вот. А дальше уже вероятно нет. Почему это стало возможным? Очень хороший вопрос. Вопрос. Это стало возможным, потому что, вероятнее всего, вы себя таким образом преподносите. Если вы преподносите себя так, то вас видят только женщины, вас не видят никого больше и, может быть, вас и видят партнера. Для... Для... Сыстревенных отношений, может быть. Но... Вопрос... Об этом уже с асофтом, достаточно ли вам этого. Помимо его прочего... Понятно, что вероятнее всего, вы испытываете некоторый страх соединителей, но 참. вас бросит некоторую испытываете неуверенность может быть неуверенность в себе самой может быть неуверенность вообще к людям. Вариантов здесь может быть много как мне кажется. В важных конечно немножко другое. Важно то, как вы к этому относитесь. Важно то, как вы воспринимаете то, что вот собственно говора происходит. И что с этим делать? Что с этим планируете делать и так далее? Да? Вот это важно. Пытаться, пытаться уже понять. Серьезно ли у человека намереннее и готов ли он строить серьезные отношения? Нет смысла, потому что сегодня он готов строить серьезные отношения с вами. А завтра не готов уже строить серьезные отношения. И вообще говоря, это нормально, что такая вот ситуация вполне может быть. То есть я имею в виду абсолютно нормально, что человек может поменять свое решение, человек может изменить свою направленность, скажем так. Вот. Как мне кажется, вы этого не принимаете. Пока что вам сложно это сделать. Пока что вам очень тяжело принять факт того, что у вас может быть может быть и не рассматривают качество партнера. Партнера для серьезных отношений. На, ну, такую вот, долгосрочную, скажем так, перспективу. Вот. И это, вероятно, для вас болезненно для вас болезненно. Я думаю, что это было болезненно для кого угодно. Но с этим нужно учиться справляться. для того чтобы максимально адекватным образом на это реагировать. Вот. Как мне кажется. такой ответ можно вам дать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. То есть я рекомендовал бы вам в большей степени обращать внимание на то, что вы сами, вы сами. чувствуете на то, что вы сами хотите на то, что вам нужно. Понимаете? вот это на мой взгляд. Вот это на мой взгляд, кто болезненно, чем то, например, о чем сейчас вы пытаетесь сказать. Да? Вот. такой ответ. Наверное, я мог бы вам дать. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, вам это было. интересно. Интересно. Надеюсь, что у вас найдется отклик на мой ответ. И он, этот самый отклик послужит началом для психотерапии. Вот. Буду вам благодарен за него, за этот самый отклик. Вот. И буду благодарить вам за обратную связь. Вот. Хочется верить, что вам выражение обратной связи будет так же полезно, как как и психотерапия. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем на связи. Обращайтесь. Это важно. Удачи. 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 Продолжение следует...